Улица Семгата Хакима во время чемпионата мира по футболу получит статус исключительно пешеходной. Часть Чистопольской будет закрываться для проезда только во время матча Мундиаля на Казани-Рене. Остановка на пересечении Адаратского и Ямашева станет ближайшим пунктом для высадки пассажиров к стадиону. Дальше на колесах нельзя, а это требование FIFA. По этим улицам, как и со стороны ветеринарной академии, добраться до стадиона можно будет только пешком или на велосипеде. Для казанцев такие ограничения не особо обрадовали, но все относятся с пониманием. Я думаю, ради того, чтобы показать нас с лучшей стороны перед иностранцами, наверное, это оправдано. Считаю, что это оправдано, потому что сама живу в зоне, где будут проходить игры, и прошла через это. Для меня это тоже в первую очередь безопасность. Это не слишком большие неудобства. Мундиаль – это вещь такая, один раз в жизни проводится в городе. Я считаю, это нормально. В дни матча автобусы и метро будут работать еще три часа после финального свистка. К чемпионату мира Казанский автопарк пополнится на 210 новых автобусов и три трамвайных вагона. Для обладателя билетов на игры и паспорта болельщика проезд в общественном транспорте станет бесплатным в день матча. Будет организовано движение автобусов «Шаттл» в количестве 48 единиц с бесплатным проездом. Для ориентации болельщиков на данные автобусы будет нанесена символика чемпионата. Хочу подчеркнуть, что бесплатный он будет для всех пассажиров вне зависимости, есть билет на матч или нет билета. Поедут «Шаттлы» до стадиона из ЖД вокзалов и аэропорта. Специально к Мундиале в сторону Казани будут запущены дополнительные поезда. Через ЖД вокзал «Казань-1» будет организовано движение 60 дополнительных поездов на убытие и 48 дополнительных поездов на прибытие. Подробная схема перекрытия дорог появится в начале мая. Опробуют ее казанцы уже 7 числа во время матча «Рубин-Уфа». Он станет генеральной репетицией перед чемпионатом. Слава Тухмадолин, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин